Шамкенцы массово скупают медицинские маски. Провизоры говорят, что за последние две недели спрос на них вырос сразу в несколько раз. И защитные повязки тут же стали дефицитным товаром. Найти их сегодня можно в нескольких крупных аптеках Шамкента. Одноразовые маски здесь продают по 80 тенге за штуку. По Акимету сообщали, что в некоторых аптеках продают маски скидкой. Смогли купить? Сколько смогли купить? Пять штук купили. За 400 тенге пять штук долей. Раскупают шамкенцы глицерин, перекись и спирт. В условиях дефицита антисептиков горожане смешивают компоненты для санитайзера сами. У вас есть медицинские маски? Есть маски, да. В хорошем наличии, то есть на всех людей хватает? В принципе, да. А антисептики? Антисептики закончились, ожидаем. А спирт? Спирт есть в большом количестве. Люди много берут? Берут. Перекись тоже берут, блицерин тоже берут. Если у вас может быть какой-то максимум, сколько там масок в руки выдаёте или всё равно? Сколько берут? Три-пять, да. Три-пять масок в руки, да? Без медицинских масок теперь не запускают ни в один торговый центр. Вход без повязок закрыт в поликлинике, госучреждения и базары. Медицинские маски предлагают купить здесь же, возле входа на рынок. Многоразовые маски продают по 200-300 тенге. Недовольным ценой горожанам предлагают купить маски в другом месте и вернуться за покупками. У нас в нашем районе расположены четыре базара. Один из них закрыт, Тархан. Три базара у нас полностью работают. С сегодняшнего дня мы попросили их полностью максимально, чтобы обезопасить наших сельцов, чтобы люди надевали при входе маски. Поэтому это тоже соблюдается с сегодняшнего дня. Масок хватает, сейчас особых проблем нет. Производство медицинских масок сейчас занялись шумкентские предприниматели. На продажу их шьют даже на дому. Те, кто умеет держать в руках иголку с ниткой. Активно продавать маски стали в социальных сетях. Тем более, что теперь лицензия на это не нужна. Пошив масок ведут как фармацевтические предприятия, так и швейные цеха. По всей стране привлечены более 70 швейных предприятий. Нужно отметить, что производство и реализация масок не требует регистрации и лицензии. Здесь ежедневно отшивают до 10 тысяч масок. Из-за высокого спроса домашнее предприятие выросло до цеха и стало прибыльным бизнесом. Маски шумкенцы раскупают быстро. Большим спросом пользуются классические черные, но есть и заказы на маски с рисунками. Их чаще всего покупают детям. И я выложила уже в инстаграм, из-за того, что у меня достаточно подписчиков, заказы увеличивались, что нужно было уже переносить на цех. Сейчас объемы примерно составляют 5-10 тысяч в день. Цены у нас 150 в розницу, от 30 штук доставка бесплатная по городу. Маски эти идут одноразовые, есть многоразовые, они идут чуть подороже. Есть также марлевые, получается, с картинками и без. Можете выбирать нас на вкус. Была приобретена за 250 тенге вот такая, ну, вроде как маска. Но это тряпка. Это вот, кто знает, это обычное вафельное полотенце. Ткань для медицинских масок закупали в других городах и даже странах. После перебоев с поставками находчивые предприниматели стали торговать масками, сделанными из обычных вафельных полотенец. Наживаются недобросовестные предприниматели и на антисептиках. Горожане уверяют, что под видом детсредства нередко продают обычную воду. Вот смотрите, как оно высыхает. Ну, сейчас у меня рука мокрая. Смотрите, это новая. Я сейчас три раза сделал. Вот рука. И рука не высыхает вообще. Это обыкновенная вода. Вот рука до сих пор не высыхает. И спирта в составе вообще нет, запаха нет. На весь режим ЧП, масочный режим ввели и в нашем медиахолдинге. Попасть в здание редакции телекомпании «Отерар» без медицинской маски теперь нельзя. В целях профилактики журналисты, редакторы, операторы и даже гости придерживаются определенных правил. Для начала необходимо надеть маску. Затем на посту охраны обработать спиртосодержащим раствором руки, микрофон, а также телефон. Сегодня на нашей телекомпании отменены все обучающие курсы, а детская редакция вынуждена ушла на каникулы. Анастасия Новикова, Давран Абдиев, Нургильдеса Дуакас, информационная служба телекомпании «Отерар». Оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин